Вера. Как она работает? Как я могу получить больше веры? Как вера выглядит или звучит? Правильно ли я использую свою веру? Как я могу заставить её работать для меня? Присоединяйтесь к Кеннету Копленду, когда он будет закладывать основания для темы «Вера — это как сдвинуть гору». Узнайте истину о вере. Узнайте, чем она является, а чем не является. Определите свою веру, развивайте её. Узнайте, как она работает. И приведите её в действие в своей жизни так, как Бог предназначил ей работать. Независимо от того, считаете ли вы себя хорошо с ведущими вере и в том, как она работает, или же вы только узнаёте азы. Это, возвращающее к основам учения, перефокусирует ваше понимание и поможет вам двигать горы вашей жизни. Вера — это плод вашего внутреннего человека, а не вашего ума. Вера исходит от сердца. Здравствуйте, я Коннет Копленд, и это передача «Победоносный голос верующего». Аллилуйя. Я вам кое-что скажу. Вы будете рады. Вы будете рады, что вы часть этого. Потому что мы безудержная компания сегодня здесь. Да, аминь. Это очень особенное собрание. Очень особенное время. Господь сказал нам вернуться к основам веры. И как я уже говорил на прошлой неделе, и мы работаем с конспектом, я составил этот конспект 8 августа 1967 года. Это самое раннее, к чему я могу обратиться. Аминь. Поскольку именно в то время мы с Глорией начали узнавать эти вещи и учиться этим вещам. И это важно. Я сегодня снова прочитаю это утверждение. Важность служения, избавления и освобождения должна стать еще более ясной и необходимой. Когда вы читаете Римлянам 10.17, что вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. Единственная надежда человечества в вере в Иисуса Христа. Разве это не удивительно? И сейчас такое время, когда когда Спасибо тебе, Господь. Сейчас по всей земле идет такое движение Божье. Понимаете, это не то, что вы видите по телевизору. Нет. Но оно происходит, и оно намного больше всего того, что показывают в новостях. В духе всегда идет гораздо большее движение, нежели то, которое есть в этом естественном мире. Никогда этого не забывайте. Никогда не будьте захвачены и увлечены тем, что делает дьявол. Он неудачник и проигравший. Он был полностью побежден. У него нет никакой силы и власти. Брат Коффленд, что вы имеете в виду? Вы этого не знали? Что ж, это не... Что ж, наверное, сейчас. Это является сейчас моим посланием. Поэтому давайте обратимся к посланию к евреям. Господь побуждает меня поделиться этим с вами. Перед тем, как мы перейдем к нашему посланию о вере. Во второй главе послания к евреям мы читаем в 14 стихе. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, Иисус, также воспринял Оны, дабы смертью лишить». «Лишить». «Лишить». Вот это слово, переведенное как «лишить», означает «парализовать». Оно означает сделать абсолютно беспомощным и бессильным. «Лишить силы имевшего», как сказано в оригинале, «прошедшее время, имевшего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Аллилуйя! Слава Богу! Страх был побежден. Он был побежден. И вы читаете в Библии, «Не бойся!» «Ну, брат Копланд, я просто ничего не могу с ним поделать». Нет, можете. С Божьей благодатью, с Словом Божьим и верой в Бога вы можете сразу же остановить его. Вы можете стоять там с дрожащими коленями. «Я отказываюсь бояться». В тот вечер, когда нашей внучке, Линдси, дочке Келли, которой было 11 лет, поставили диагноз «гнойный менингит», я не буду рассказывать всю историю, но врачи сказали Келли. Суть их слов была следующим. «Она до утра не доживет». И Келли сказала, что этот страх просто сошел на нее, подобно тяжелой темной туче. И в такой момент большинство людей говорит, «О, Бог, мой ребенок умрет!» Что ж, это то, что говорит страх. Помните, когда пришел человек и сказал Иаиру, «Не утруждай больше учителя, твоя дочь умерла». Иисус стоял рядом, и он повернулся к Иаиру. В синодальном переводе Библии говорится, «Не бойся». Дословно, Иисус сказал, «Останови страх, только верь, и она будет сделана целостной». Как Иаир остановил страх? На основании силы слов Иисуса. В его словах была сила, чтобы остановить страх. Аминь. Вы думаете, этого больше нет? Аллилуйя. Аминь. Келли повернулась к своей сестре Терри и сказала, «Я отказываюсь бояться». И Келли сказала, «Папа, этот страх просто раз...» Она сказала, «Он просто испарился». Она сказала, «Он стал таким слабым». Минуту назад казалось, что он был таким сильным и таким тяжелым. Но как только она сказала, «Я отказываюсь бояться во имя Иисуса». И мы с Глорией приехали туда в ту ночь. Мы были в другом месте, мы приехали в больницу, на нас надели странные защитные костюмы. Ну, не совсем такие, но в любом случае. Да, мы были полностью спрятаны в них, когда зашли в тот инфекционный бокс. И мы стали по обе стороны у кровати Линдси. Я сделал и сказал то, что Господь сказал мне сделать и сказать. Я уперся в нее своим пальцем. И это единственный раз за все эти годы, когда Господь сказал мне сделать это таким образом. Но именно поэтому вам нужно прислушиваться. Я сказал, «Линдси, я обращаюсь к помазанию Божьему, которая внутри тебя. Прямо сейчас. Удали эту болезненемощь». И до этого все, что она говорила, было чем-то бессвязным. Она большую часть времени была в бреду. И вдруг она сжала зубы и закричала, «Дедушка! Я могу слышать ее сейчас! Я исцелена во имя Иисуса!» Это было много лет назад. Когда взошло солнце, она была полностью здорова. Разве это не замечательно? Это жизнь верующего. «О, но, брат Коплан, да, вы проповедник!» Я знаю проповедников повсюду, которые не получают никаких результатов. Это не зависит от того, проповедник вы или нет. Вы рождены свыше. И используете ли вы свою веру? Мы говорили об этом всю прошлую неделю. Каждый из нас, кто знает Иисуса как Господа и Спасителя, имеет в себе веру Божью. Она родилась в вас тогда, когда вы сделали Иисуса Христа Господом в своей жизни. Итак, спасибо тебе, Господь. Посмотрите вместе со мной на последнюю главу Евангелия от Марка, 16 главу Евангелия от Марка. И прочитайте 15 стих. И Иисус сказал им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать и знамения». Вы это увидели? Верующего. Эти знамения сопровождают верующего. «Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. Если что, смертоносные выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Знаете, я слышал, как люди говорили, «Ну, брат Копланд, но, понимаете, это все уже кануло в прошлое». Подождите минутку. Разве идите по всему миру и проповедуйте Евангелие кануло в прошлое? Кто дал вам право делить то, что сказал Иисус, и говорить, «Кое-что из этого кануло в прошлое, а кое-что нет». Нет, все слова в 15, 16, 17 и 18 стихах являются словами Иисуса. Слова Иисуса не канули в прошлое. И послушайте, вы упустили возможность воскликнуть. Слава Богу! Аллилуйя! Разве вы не рады? Иисус вчера, сегодня и во веки тот же. Позвольте мне сказать вам это. Это не вопрос. Мы сейчас говорим о вопросах веры. И вера это плод вашего внутреннего человека, а не вашего ума. Вера исходит от сердца, от духа. «Спасибо тебе, Господь!» «Спасибо тебе, Господь!» «Я хочу, чтобы вы это поняли. Иисус» всегда вопрос не в том, что Бог этого не сделал. Я говорю о том, когда вы молитесь за людей. Молитесь за себя. Ну, знаете, брат Копланд, там вчера были люди, которых Бог просто не исцелил. Поймите, я движусь здесь очень неторопливо, не из-за сидящих здесь людей. Они все знают, о чем я говорю. Но из-за того, что многие, так многие из вас никогда, никогда, никогда в своей жизни ничего подобного не слышали. Позвольте мне сказать это так. Господь сказал мне это много лет назад. И говоря это, я не имею в виду, что я услышал слышимый голос. Я услышал это вот здесь, где его может слышать каждый верующий, если только прислушается. Он сказал, «Кеннет, исцеление приходит всегда». И это на минуту остановило меня. Я подумал, «Ну, да». Он сказал, «Оно не всегда принимается». Задумайтесь над этим. Спасение здесь. Оно здесь. Оно есть. Всякий. На прошлой неделе мы читали. Всякий, 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 всякий. Всякий что? Верующий. Это ключевой момент. Вера. Он сказал, «Вопрос не в том, что я не говорил. Вопрос в том, что я не был услышан. Не был услышан. Понимаете? Люди запутываются в этих вещах, потому что они спутывают Ветхий Завет и Новый Завет и не понимают, что их нужно правильно разделять. Потому что Ветхий Завет излагал обетование и излагал обетование Завета, которые привели Иисуса на землю, в Вифлеем. И затем в возрасте 30 лет Иисус начал Своё служение. И вы знаете продолжение. И когда Он был распят и затем сошёл в ад и заплатил цену за грех Адама, воскрес из мёртвых, ооо, это всё изменило. Помоги мне, Господь. Иисус, откройте вместе со мной 16 главу Иоанна. Иоанна, 16 глава. И давайте посмотрим, что сказал Иисус. «Он говорит здесь о том, что будет после того, как Он воскреснет из мёртвых. После Дня Пятидесятницы, когда Дух Святой придёт на эту землю, принеся с собой новое рождение. Рождение свыше». Понимаете, каково место прощения греха в рождении свыше, вы не просто прощённый грешник. Я говорю сейчас о том, как думают люди. «Ну, знаете, я просто старый грешник, спасённый благодатью». Так кто вы всё-таки? Вы спасены благодатью? О, да. Тогда вы не старый грешник. Вы были грешником. Но ваш духовный человек был не просто прощён. Произошло что-то намного большее. Второе Коринфянам 5,17. «Кто во Христе тот новое творение?» Творение. Сотворён. Вот что я вам скажу. Не закрывайте это место. Не теряйте его, потому что мы к нему вернёмся. Посмотрите 2 Коринфянам 5 главу. И давайте течь с этим. 5 глава 2 Коринфянам, 17 стих. Итак, кто... То есть это относится ко всем людям, вы понимаете это, и к женщинам, и к мужчинам. Ну, стыдно, что время от времени приходится говорить это, но так и есть. Кто во Христе тот новое творение? Древнее прошло, теперь всё новое. Всё же от Бога, Иисусом Христом, примирившего прошедшее время, нас с Собою, и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. И вот, что здесь очень важно. Иисус не вменяет никому их грех. Он сказал, приходящего ко мне не изгоню вон, потому что он уже разобрался с вашим и моим грехом. Когда я был ужасным грешником, я имею в виду до рождения свыше, о, я был под таким осуждением моего греха. Меня правильно воспитывали, вы понимаете, но я взбунтовался. Я не буду все это рассказывать. Но когда я родился свыше, знаете, я думал, наверное, своими грехами я лишил себя всякого права проповедовать или заниматься чем-то подобным. И я просто рад тому, что не иду в ад. Понимаете, я не знал, что все было не так. И мы разберем это на этой неделе, и мы узнаем кое-что на этот счет. Но вот что важно, знать, что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя мне мой грех. Он уже разобрался с ним. Но теперь я должен принять его как моего Господа и моего Спасителя. Аминь. Несмотря на то, что касается Бога, мои грехи были уничтожены. И я верой должен был принять Иисуса как моего Господа и Спасителя и принять это избавление и освобождение. Понимаете? Должен был верой принять Иисуса как моего Господа и Спасителя и принять это избавление и освобождение. Видите, где подключается вера? Где она подключается? Но я этого не знал. В то время я этого не понимал. Теперь вернитесь к Евангелию от Иоанна, которое я сказал вам не закрывать. 16 глава. Итак, Иисус говорит о том, что произойдет после Пятидесятницы. Просто потребуется время прочитать это. Когда же придет Он Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. Он говорит о том же самом Духе, который живет сейчас в нас с вами. Он там. И Он постоянно слышит от Иисуса, говоря вам обо всем вашей жизни. Он интересуется всем, что вы делаете, каждым решением, которое вы принимаете, где вы учитесь, где вы работаете, всем, что связано с вашей жизнью, постоянно, постоянно. Мои овцы слышат мой голос, мои овцы будут знать мой голос. Откройте свои уши. Он говорит вам. Аминь. Вы можете сказать аминь? Что ж, воздайте Господу хвалу за это. Отец говорил это. Иисус верил в это. И Он говорил это. Это вера в действии. Воскликните кто-нибудь аминь. Аллилуйя. Воскликните Господу хвалу. Спасибо тебе, Отец. О, Господь, мы прославляем тебя и благодарим тебя и поклоняемся тебе и благословляем тебя. Мы так почтены возможностью знать, что мы так благословлены. Твое слово это святая вещь. Для нас является такой привилегией держать его и через него познавать тебя. оно является проявлением тебя на этой земле. Тем не менее, мы приступаем к нему с чувством принадлежности. Оно наше. «Ты послал свое слово и исцелил нас. Ты послал свое слово в виде своего сына, обитавшего с нами, и даже сейчас продолжающего отдавать себя за нас. Он всегда ходатайствует за нас, чтобы отдавать себя нам, как дар с небес. Ибо Бог так возлюбил мир, что он отдал. И мы принимаем сегодня этот небесный дар, Иисус, и откровение о твоей жизни. Давайте просто прославим Бога. повернитесь, пожмите руку двум-трем людям, улыбнитесь так широко, как вы только можете. Скажите кому-то, что вы любите их. Давайте снова вернемся к 13 стиху 16 главы Иоанна. Когда же придет Он, Дух Истины? И мы знаем, что Он пришел, верно? Всегда помните следующее. Иисус, Сын Божий. Да, безусловно. Сын живого Бога. Но Он не... Итак, поймите это, потому что скажу вам, когда я впервые это услышал, у меня, можно сказать, волосы встали дымом. Я сказал просто ооо, но это было так замечательно. Аминь. Он ничего не делал в своем служении. Вы меня слушаете? Послушайте. Не нужно ходить и говорить всем «Ну, брат коп, он так сказал». Нет, 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 говорите «Так сказала Евангелие от Иоанна». Вы понимаете? Не принимайте это просто потому, что я так сказал или какой-то другой проповедник. Возьмите свою, если у вас не в Библии, приобретите ее для себя. Возьмите свою Библию и делайте в ней пометки. Если у вас Библия, в которой нельзя делать пометки, просто положите ее под стекло, повесьте ее на стену, а затем купите такую, в которой вы можете делать пометки, и делайте их в ней. Хорошо. Иисус ничего не делал в Своем земном служении, как Сын Божий, за исключением того, когда Он пошел на крест. Кем Он себя называл? Сыном человеческим. О, я просто могу это слышать. О, да. Фактически, Он говорил следующее. Если вы изучите этот вопрос... У меня нет времени сейчас это делать, но Он фактически говорил. И это будет правильным переводом. Сын Адама. Иисус назван последним Адамом. Да. Аминь. Люди, цитировавшие это, говорили, что Он второй Адам. Да, но Он последний Адам. Они с Адамом абсолютно похожи, потому что они оба полностью подобны Богу. Не немного подобны Богу, а в точности как Бог. Но Иисус пришел и прошел через все искушения, с которыми только может столкнуться какой-либо человек, где-либо, когда-либо, в каком-либо возрасте. И Он не поддался им. Но как Он совершал свое служение? Ходил ли Он, просто говоря, «Да, посмотрите на этого прокаженного. О, да, 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 я Сын Божий, я могу исцелить любого, кого захочу. Я могу исцелить любого, кого захочу». И некоторые из вас там уже злятся на меня. Но вы же все равно меня любите. Не так ли? Что ж, подождите минутку. Вы слышали, что я вам недавно сказал? Верьте не мне, верьте Слову Божьему. Аминь. У вас есть ваша Библия? Пятая глава Иоанна. Вы придете от этого в восторг. Аминь. Как-то раз я проповедовал об этом в маленькой церкви в Западном Техасе. Я сказал некоторые вещи, из-за которых тот человек очень расстроился. Ой, ему это не понравилось. Ему как раз очень не понравилось кое-что из того, к чему я сейчас подхожу. И он был там пастором. Маленькой церкви. Такой большой мужчина. И некоторые люди из его церкви приходили на наше собрание. И ему не нравилось то, что он слышал. И он пришел. Мы арендовали для тех собраний маленькое заброшенное здание аптеки. И те собрания шли 21 день. Там у нас была небольшая сцена. Она была не выше. Небольшая сцена, не выше. Да. Как вот эти ступеньки. И я стоял на ней. И он вошел через заднюю дверь. И он направился вперед по проходу прямо ко мне. И я подумал, Господь, я не знаю, кто он. Но вот он идет. Я мог видеть, что он пришел не для того, чтобы прославить Бога. Он пришел, чтобы высказать мне все. Он прошел по проходу. И он подошел вот так ко мне. И он сказал... И просто упал на пол. Этот методистский пастор когда-то был алкоголиком и водителем грузового автомобиля. Но Иисус вошел в его жизнь и освободил его от алкоголя. И он был сильным человеком. И я стоя там сказал... И Иисус сошел в ад и заплатил цену за наш грех. И я подкрепил свои слова Писанием. Но он никогда такого не слышал. И это разозлило его. Иисус не сходил в ад. Он пошел на крест, но он не сошел в ад. Что ж, Писание говорит, что сошел. Понимаете? И он пришел, чтобы задать мне, чтобы отчитать меня. И он указал на меня пальцем, и Бог просто крестил его духом, и он упал на пол. Через какое-то время он встал. И он сказал... О, Асана! Асана! И просто ушел. Позже он вернулся и рассказал мне. Он сказал, брат Кеннетт, я просто пошел домой. Я упал там на пол и просто начал прославлять и поклоняться Богу. Я никогда в своей жизни так не прославлял и не поклонялся. И я говорил все то, что мне хотелось сказать. Я просто поклонялся Богу. Я остановился и спросил Иисус, ты сошел в ад? Господь ответил, тебе лучше в это верить, дружище. Если я этого не сделал, тебе придется сойти в него. Ну же. Вас дайте Господу хвалу. Аллилуйя. О, да. Слава Богу. Я сказал вам открыть пятую главу Иоанна, верно? Позвольте мне обратиться к ней вместе с вами. Пятая глава Иоанна. Я хочу, чтобы вы обратились здесь на кое-что внимания. Это все равно, что рубануть топором по плотскому религиозному разуму. Миллиарды людей не верят в это. Даже несмотря на то, что это сказал Иисус, это уже слишком для религиозного разума. Я не говорю о непорядочных людях, вы понимаете? Я говорю о хороших людях. я говорю о людях, которые знают Бога, но которые читали Писание в свете человеческих религиозных представлений. И Иисус сказал, ваши традиции делают Слово Божье безрезультатным. Со мной было то же самое. Я... Ладно, давайте. Посмотрите на 19 стих. На это Иисус сказал. Итак, это слова Иисуса. Истина, истина. Здесь стоит два истина. Это означает, что Он сказал это дважды. Истина, истина. Говорю вам. Сын ничего не может творить Сам от Себя. А вот распространенное религиозное представление. Иисус Сын Божий. Почему? Он Бог. Да. Иисус Бог, явленный во плоти. Иисус делает все, что хочет. Это не то, что Иисус там сказал. Это потрясающе, не так ли? Ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Хорошо. Посмотрите. Подождите минутку. Мы еще там не закончили. Посмотрите 30 стих. Я ничего не могу творить Сам от Себя. Ну, нет, конечно же, немного Он может творить. Ну, в конце концов, Он Сын Божий. Да, Он Сын Божий. Но Он сказал о Себе, что Он ничего не может творить Сам от Себя. Почему? Он служил как человек, как Сын человеческий, а не как Бог. Он отложил в сторону, говорит Писание. Сами прочитайте это. Он отложил в сторону свои божественные привилегии и пришел как человек, ходил среди нас, показывая нам с вами, как должен жить, поступать и получать те же самые результаты человек веры. Получать те же самые результаты. Ну, брат Копланд, вы слишком далеко зашли. Я надеялся, что вы так подумаете. Аминь. Посмотрите 14 главу Иоанна. О, да. Прочитайте 10 стих. Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Видите, что он делает? Когда отец вошел в него? Это провокационный вопрос, я знаю. Я намеренно сделал его таковым. Они с отцом никогда не были разделены. Никогда, никогда, пока Иисус не пошел на крест. Но что произошло здесь? Вы знали, что Иисус не совершил ни одного чуда, ни одного, когда ему было 12 лет, 20 лет, 29 лет, 30 лет, и затем он пошел на реку Иордан. «О, слава! Мой Господь и Спаситель пошел на реку Иордан, и он был крещен в воде, и на него сошел Дух Святой, точнее сказать, в него. Для чего? Для служения. Итак, 14-я глава, Иоанна. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Он творит дела. Вы готовы? Вы действительно готовы? Вот сейчас 12-й стих. Вы готовы? «Истина, истина». 12-й стих, снова два истина. «Истина, истина, говорю вам, верующие в Меня дела, которые творю я, и Он сотворит». И Он не остановился на этом. «И больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Итак, что произошло, когда Он пошел к Отцу? Он воскрес из мертвых, Он был посажен по правую руку величия. И Он сказал, «Когда Я пойду к Отцу, Я пошлю вам Духа Святого, Я не оставлю вас как сирот, Я пошлю вам Утешителя, Духа Божьего». Аминь. Итак, вы можете подытожить то, что Он там сказал. «Я говорю только то, что слышу, как говорит Мой Отец. Я делаю только то, что вижу, как делает Мой Отец». И все, что сделал Иисус, угодило Богу. Я прав в этом? Разве не так говорит Писание? «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Или «Который угождает Мне». Евреям 11.6 «А без веры угодить Богу невозможно». Да, но Он Сын Божий. Да, но подождите минутку. Он не служил как Сын Божий. Он служил как человек, исполненный Духом Святым, помазанный Богом Духом Святым, творить эти дела. И послушайте, Он сказал, «Я говорю только то, что слышу, как говорит Мой Отец». Отец говорил это. Иисус верил в это. И Он говорил это. это вера в действии. Это в 10 главе. Да. 10 главе послания к римлянам. Потому что сердцем веруют к праведности, речь о рождении свыше, а устами исповедуют ко спасению. Да, но, брат Коплант, мы говорим об Иисусе. Да. Иисус ходил и делал все, что Он делал верой. Поэтому не Он, как мы. Это мы должны быть такими, как Он. Вы пропустили возможность воскликнуть. Аминь. И о чем вы думаете? Когда вы думаете о делах Иисуса? О чудесах? Да. Исцелениях? Воскрешении мертвых? Да. И это правильно. Но подумайте сейчас о том, что Он сказал. Я говорю только то, что слышу, как говорит мой отец. Как мы слышим отца? Мы слышим отца. Вот это голос отца прямо здесь. Вот эта книга, которую вы держите в руках, это голос Отца Небесного. Он говорит вам. Он говорит мне. Дух Божий в вас. И Он сейчас прямо здесь. Если вы когда-либо слышите что-то, что идет вразрез с этой книгой, вы просто отбрасываете это. Аминь. Как мы тогда можем творить дела Иисуса? Тот же процесс. Помните, что сказала мама Иисуса? Что скажет Он вам, то сделайте. Те люди, которые принесли эти 100-литровые водоносы, они делали то, что Иисус сказал им сделать. Они наполнили эти водоносы. Они наполнили. Это чудо было поставлено им в такую же заслугу, что и Иисусу. Они были послушны Богу. Они сделали именно то, что Он сказал. Они тоже не видели в этом никакой логики. Никакой. Никакой. Они творили дела Иисуса, потому что они сделали то, что Он сказал им сделать. Если Господь, я скажу вам, что Он как-то раз мне сказал. Он сказал, если я скажу тебе просто пойти вынести мусорное ведро, и ты будешь послушен мне, ты будешь творить мои дела. Аминь. Ну, мусори нет, ничего такого. Есть. Если Иисус сказал, вынеси его, это святой мусор, вы понимаете? Слава Богу. Но продолжайте практиковать это. Слышите делать. Продолжайте это делать. И в конце концов, вы услышите что-то отличное от вынеси мусор. Вы услышите пойди возложи руки на того человека, который только что вышел из автобуса. Вы услышите, как он скажет, пойди засвидетельствуй тому человеку. Он родится свыше, если ты пойдешь и расскажешь ему обо мне. Мы проводили собрание в Лас-Вегасе. Там был владелец казино, который родился свыше, и он хотел сделать что-то для Бога, и он пригласил нас. Я не буду углубляться в детали, мы проводили собрание прямо там, в его казино. Скажу вам, это было настолько удивительно. Наркоманы исцелялись, освобождались, и все такое. И Господь сказал мне, я возвращался туда, где была сцена, где мы проводили эти собрания. И Господь сказал, я хочу, чтобы ты засвидетельствовал этим людям, которые идут тебе навстречу. У меня есть что-то, что я хочу, чтобы ты им сказал. Я сказал, конечно, очень хорошо одетые люди. Я остановился и сказал, извините, если вы позволите. Господь хотел, чтобы я вам кое-что сказал. Хорошо. И я сказал это. И они посмотрели на меня так, сказали спасибо и пошли дальше. И я подумал, что? Я сделал то, что он сказал. Мне ни жарко, ни холодно, понимаете. Я просто улыбнулся. Я шел на служение. Я не сделал и трех шагов, как тот человек сказал. Я услышал, что вы сказали. «Помолитесь за меня?» Я ответил, «Конечно». «Пойдемте сюда». Там был мужской туалет. Мы зашли туда. «Вы нужны мне». «Я услышал, что вы сказали». «Помолитесь за меня». Я сказал, «Хорошо». «Во имя Иисуса». Я возложил на него руки и помолился за него. К тому времени, как я закончил молиться за него, он был совершенно трезв. Он сказал, «Я хочу поблагодарить вас. Я отступивший проповедник». И он сказал, «Я хочу, чтобы вы знали». «Благодарение Богу, я освобожден». Это были дела Иисуса. Потому что я просто сделал то, что он сказал мне сделать. Страх противоположен вере. Тем не менее, и страх, и вера – это духовные силы, работающие по одним и тем же духовным законам. Здравствуйте, я Каннет Копланд, и это передача «Победоносный голос верующего». Аллилуйя. Хорошо. Давайте поговорим о... Фактически, давайте вернемся к 11-й главе Евангелия от Марка, с которой мы начали на прошлой неделе. И мы начнем говорить о простом действии веры. Марка 11-23. «Истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить...» Послушайте, послушайте. «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам». Будет вам что? То, что вы сказали. Ну вот, опять-таки, с чем здесь у людей возникает сложности. Фактически, вы не можете понять это естественным плотским умом. Вы не можете понять это без откровения. Вы понимаете, что я имею в виду под откровением или открытым знанием? «Давайте поговорим немного об этом. Естественное знание – это знание, которое вы получаете через пять физических чувств. Допустим, возьмем такую ситуацию. Вы где-то учитесь, и у вас есть все материалы, и вы учитесь, и преподаватель учит, и преподаватель весьма образованно знает, о чем он говорит. И вы там, чтобы учиться. И вы внимательны, и вы занимаетесь. Что ж, все нормально, за исключением того, что это естественное человеческое знание поступает через ворота пяти физических чувств. Это знание с помехами. Сколько уже наши учебники пересматривались и справлялись? О, бесчисленное количество раз. Иногда по два или три раза в год, если вы в курсе, особенно в это время. В чем разница? Открытое знание или откровение. Я не говорю о книге откровения, вы понимаете. я говорю об открытом знании или откровении, знании, которое не пришло через ваши пять физических чувств, но пришло напрямую от Духа Святого в ваш Дух. Каждый из вас переживал это и, возможно, вероятно, не осознавал, что происходило. Вы переживали это по крайней мере раз. Вы родились свыше. И это произвело не просто естественное знание. у вас вдруг открылось это. Это человек Сын Божий. Он мой Господь и Спаситель. И вам это сказали не ваши чувства. Фактически. Дьявол потом подкрался и сказал, нет, ты ничего не получил. Возможно, вы какое-то время слушали его. Но потом вы перестали его слушать и сказали, нет, я получил, нет, я чадо Божье. Эта тема закрыта. Вы когда-нибудь были на служении, когда проповедник говорил что-то, и вы воодушевлялись? О, да, это здорово, слава Богу. И вы толкали своего соседа, говорили, вы это видели? Что? Но один услышал это своими физическими ушами, а другой услышал это своими духовными ушами. И вдруг Бог дал ему понимание этого. Вы не сможете у него это забрать. Оно уже там и останется. И каждый раз, когда вы читаете этот стих, этот стих говорит «Привет!» Аминь. Это духовная пища. Иисус сказал «Не хлебом одним будет жить человек. Ваше тело живет хлебом. Это физическая пища». Он сказал «Что дух, то дух, что плоть, то плоть». Но вашему духу нужно слово Божье, но всяким словом исходящим из уст Божьих. Вера приходит от слышания, от слышания от слова Божьего. И когда применяется вера в то время, когда звучит помазанное учение, как это происходит здесь, сейчас, тогда открывается знание. И вы думаете «Да, я вижу это». Я вижу. Есть духовное понимание. И вы на самом деле видите что-то. Вы не видите это своими естественными физическими глазами. Но вы действительно это видите. Позвольте мне забросить кое-что драгоценное в ваше сердце. Писание говорит, там же, в пятой главе второго Коринфянам, о которой мы говорили вчера. «Мы ходим верою, а не видением». Писание также говорит, «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, когда вы смотрите на что-то, чего вы не можете видеть». Помните Фому? Он сказал, «Пока не увижу раны на его руках и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Видите? И Иисус приходит и говорит, «Фома, перестань быть неверующим, ибо благословлены невидевшие и уверовавшие». И этот мир говорит, «Видеть значит верить». «Если я не могу этого увидеть, я в это не верю». Это то, что сказал Фома тогда. «Если я не могу этого почувствовать, я в это не верю». Не осуждайте это, потому что люди были сотворены таким образом. есть место для этой естественной веры. Но когда вы видите это в духе, если вы видите это в духе, вы можете этому верить. Вы можете этому верить, потому что когда вы видите это в духе, приходит вера. О, оно стоило того, чтобы прийти сегодня сюда. Аминь. Итак, давайте посмотрим на это еще раз. Пока не увижу, не поверю. Не смейтесь над этим. Не отвергайте это. Вы пришли сегодня сюда, и каждый из вас сел в это кресло без каких-либо раздумий. Почему? У вас была уверенность и вера в то, что это кресло выдержит вас. Вам лучше верить тому, что вы видите. Вы выходите на улицу, и по улице едет грузовик, и вы видите его, вам лучше посторониться. Вам лучше верить тому, что вы видите. Ну, я просто не верю, что там едет этот грузовик. Понимаете? Превратив вас в блин. Нет. Но это является частью этого естественного мира. Если это единственная имеющаяся у вас информация, это будет лгать вам. Сатана действует в этом естественном мире. Он Бог этого естественного чувствительного мира. Но стоит вам вывести его на арену веры, и там у него нет никакого шанса. Ни один человек не может победить дьявола в естественном мире. Там он Бог. Там он живет. но когда вы выводите его сюда на арену веры, вы выводите его сюда, и вы не верите его лжи, у вас есть власть над ним в имени Иисуса. Во имя Иисуса. Я недвижим, скажите это, я недвижим тем, что я чувствую. Я недвижим тем, что я вижу. Я недвижим только тем, чему я верю. И я верю Слову Божьему. Это здорово, не так ли? Хорошо. Итак, самая большая проблема с этим в Марка 11-23 это верить, что ваши слова могли иметь к чему-либо какое-либо отношение. Это трудно принять естественному уму, потому что люди постоянно говорят все подряд. Но этот стих в Марка 11-23 работает постоянно. До конца этих передач я говорю это верой. Мы настолько углубимся в это, что у вас впредь больше никогда не будет никакого сомнения насчет того, для чего предназначены ваши слова и что они делают. Вы присоединяйтесь ко мне в этом. Хорошо. Третья глава Малахии. Бог сказал «Дерзостны предо мной слова ваши». Писание говорит «Смерть и жизнь во власти языка». Спасены вы или нет. В конце концов вы спаслись верой в ваших устах и в вашем сердце. Но вы по-прежнему можете говорить слова страха, сомнений и неверия. Ну, брат Копланд, все это говорение слов для меня не работает. Неужели? Да. То есть вы делали это. О, да, я делал это. Оно для меня не работает. Оно только что сработало. Он говорил «Оно для меня не работает». Вы должны помнить следующее. В естественном мире страх работает подобно вере. Страх это духовная сила. первоначально это была вера Адама. Когда он пал, пала и она и превратилась в страх. Позвольте мне продемонстрировать вам это, потому что как только вы это увидите, оно станет настолько проще, поскольку, понимаете, вы уже знаете, как бояться. волноваться. Вы уже знаете, как волноваться. Здесь есть кто-нибудь, кто не умеет волноваться? Что вы делаете? Размышляете над лжью дьявола. Вера приходит от слышания, а слышание от слова Божьего. Страх приходит от размышления над ложью, от слышания лжи дьявола. Сатана ничего не может вам сделать. Вы рожденные свыше чада живого Бога. Он ничего не может вам сделать без веры. Это важное связующее звено. Страх, работающий в одном направлении, и вера, работающая в другом. Поэтому страх это духовная сила, и вера это духовная сила. Страх противоположен вере. Тем не менее, и страх, и вера это духовные силы, работающие по одним и тем же духовным принципам и законам. Вы меня сейчас слушайте. Боязнь опасного животного это ваша вера в способность этого животного причинить вам вред. вред. И вы можете бояться животного, которое не может причинить вам вред. Но для вас это реально. Вы все еще со мной? Хорошо. теперь давайте вернемся к Марка 11 23 и 24. Давайте еще раз вернемся к 24 стиху. Потому говорю вам, все, чего не будете просить, и так. Это сфера, в которой так многие честные, искренние, замечательные христиане терпят поражение и дают дьяволу огромное место в своей жизни, сами того не зная. со мной такое было. Со всеми такое было. Давайте посмотрим первую главу 1 Иоанна. Мы будем следовать принципам веры. мы решим проблему веры. 7 стих. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, и так заметьте, Он говорит наши, это написано не для этого мира. В следующем стихе, точнее, в следующей главе. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая, пред Отцом Иисуса Христа, праведника, Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Но Он пишет, это рожденным свыше христианам, которые оступились. Если мы исповедуем грехи наши, то Он верен и праведен. Итак, Он верен и праведен. Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды или неправедности. Да, но я не чувствую, что Он это сделал. Здесь ничего не говорилось о чувствах. Но именно в сфере чувств и приходит столько поражений. Итак, давайте применим Марка 11, 24. все, чего не будете просить, в данном случае мы просим о том, чтобы быть прощенными и очищенными. Это наше прошение и желание. Это святое прошение и желание. Аминь. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, в молитве верьте, что получите. Здесь ничего не говорится о том, что после того, как вы почувствуете себя лучше. В молитве верьте, что получите и будет вам. Итак, о чем мы просим? Я прошу о том, чтобы быть прощенным и быть очищенным от всякой неправедности. От всякой неправедности. И Бог верен и праведен. У меня есть на этот счет его слово. Но подождите минутку. Давайте взглянем на восьмую главу римлянам. Восьмая глава римлянам. там? Восьмая глава, первый стих. Итак, нет ныне. Скажите ныне. 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 Вы не можете сказать ныне про что-то, что было раньше. Каждый раз, когда вы говорите ныне, оно обновляется. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но не по своим пяти физическим чувствам, не потому, что они чувствуют, но по духу, по Слову Божьему, потому что закон, скажите закон, это духовный закон, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Исайя 43, 25 Быстренько 43 глава Исайи Я Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого Почему он не сказал ради тебя и меня и грехов твоих не помяну припомни мне станем судиться говори ты чтобы оправдаться о чем он здесь говорит теперь примените это к тому что сказал Иисус и примените это к тому что мы только что прочитали в первом Иоанна как только вы поверили понимаете Иисус является верным изглаживателем но Бог сказал я сделал это ради себя самого Я спросил Господь о чем ты говоришь ты сделал это ради себя самого Он ответил да Я спросил почему Он ответил припомни мне Я спросил Бог припомнить ты ты не забываешь Он сказал я тоже забываю Я только что говорил тебе что я забуду это Он спросил тебе хочется помнить что-то плохое про твоих детей Я ответил нет Он сказал что ж я тоже не хочу помнить про тебя ничего плохого Он сказал припомни мне Я спросил что Он сказал Кеннет ты попросил меня и я простил и сгладил твой грех Теперь ты работаешь с чистой книгой заполняй ее верой заполняй мой разум Послушайте подождите пока еще не восклицайте Нет пока еще не восклицайте послушайте Он сказал я очистил свою память от этого греха Кровь Иисуса уничтожила его Теперь верой Ты говори мне кто ты во Христе Ты говори мне что ты верующий Ты говори что силен Ты говори что ты был сделан праведностью Божией во Христе Ты говори мне что ты помазан Ты говори мне я ответил хорошо начнем Что вы делаете экспоедую ват erro и исповедую восклицайте Я не думаю о себе боли, когда думаю, что я был сделан праведностью Божьей. Я думаю верой, согласно Слову Божьему. Воскликните кто-нибудь, аминь. Аллилуйя. Воскликните Господу хвалу. Спасибо тебе, Отец. О, Господь, мы прославляем тебя. И благодарим тебя. И поклоняемся тебе. И благословляем тебя. Ты послал свое слово и исцелил нас. Ты послал свое слово в виде своего сына, обитавшего с нами. И даже сейчас, продолжающего отдавать себя за нас. Он всегда ходатайствует за нас, чтобы отдавать себя нам, как дар с небес. Ибо Бог так возлюбил мир, что он отдал. И мы принимаем сегодня этот небесный дар. Иисус. И откровение о твоей жизни. Давайте просто прославим Бога. Просто поклонимся Ему. И мы воздаем Ему хвалу. И почитаем Его. Аллилуйя. Повернитесь. Пожмите руку двум-трем людям. Улыбнитесь так широко, как вы только можете. Скажите кому-то, что вы любите их. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе. Хорошо, давайте снова применим это. Потому... Говорю вам. Итак, кто это сказал? Марк 11, 24. Это Иисус. Поэтому относите это лично к себе. Потому Он сказал мне, «Все, чего не будешь просить, я прошу быть полностью очищенным от всего, что я натворил и сделал». Но дьявол продолжает приходить и говорить. Да, ну... Да, знаешь. Нет. Снова Исайя 43, 25. Я... Я сам... И сглаживаю преступления твои ради себя самого. И опять-таки, я спросил, «Ради себя?» Да. Я сказал, «Ты имеешь в виду ради меня?» Нет, Он сказал, «Ради себя самого». И как я уже говорил, когда Он спросил, «Ты хочешь помнить что-то плохое про своих детей?» Я ответил, «Нет, конечно же». Он сказал, «Я не помню плохие вещи про своих детей». И если ты перестанешь заводить о них разговор, и позвольте мне вам кое-что на этот счет сказать. «Весь этот плачь, вопль, причитание и упрашивание, ничего, абсолютно ничего не сделают по поводу греха в вашей жизни». Но я так сожалею. Я знаю это. Поэтому просто преодолейте это. Если бы вы жили в одном доме вместе с Глорией Копленд, вы бы поняли эту фразу. На что ты указываешь, Лин? Ты знаешь, о чем именно я говорю. Да, Глория говорила детям. «Возьми себя в руки. Преодолей это». И о чем она говорит? Вы плачете по поводу того, что уже было улажено? Понимаете, все это время, 75-80 лет, вы могли осуждать себя и бить себя по голове, но я так сожалею, я такой недостойный. Бог это знает, я это знаю, вы это знаете. Замолчите. Но вы больше не недостойны. Я знаю, что для некоторых из вас это было своего рода пощечиной, особенно, если вы никогда такого не слышали. И вы привыкли плакать, вопиять и причитать о своей недостойности. Нет. Вы были недостойны. Никто этого не достоин. Ну же, народ. Если бы недостойность... О, знаете. Я просто недостойный, я не стоящий человек. Что ж, примите спасение. Старый, ветхий человек был недостойным, не стоящим и ничтожным. В любом случае, Иисус пошел за вас на крест. Знаете, я вырос в хорошей южной баптистской семье. И мы пели. Какой есть... Какой есть без единого оправдания. Какая замечательная песня. Но он не оставил вас такими. Разве это не замечательно? Мы уже как минимум раз на этой неделе обращались к пятой главе второго коринфянам. Кто во Христе, тот новое творение. И в последнем стихе этой же главы мы читаем. Ибо не знавшего греха, он сделал для нас жертвою за грех. Или грехом. Чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Или праведностью Божьей в нем. Говорю вам. Аминь. Вы и каждая рожденная свыше чада Божья. Как только вы спасаетесь, я скажу вам. Я снова собираюсь выбить из-под вас ваши религиозные подпорки. Вы настолько праведны, насколько только когда-либо можете стать. Вы были сделаны праведностью Божьей в нем, во Христе. Итак, праведность и святость это две разные вещи. Вы можете развиваться в праведности. Это замечательно. Становиться больше помышляющими праведно. Праведность является вашей броней. Но вам не нужно ходить и говорить, если бы я только мог стать праведным. Ну же, послушайте. Иисус сделал вас своей праведностью. Озвольте у вас кое-что спросить. Вы когда-либо совершили какую-либо праведность? Нет. Иисус когда-либо совершил какой-либо грех? Нет. Он вашим и моим грехом был сделан грехом, так чтобы мы его праведностью могли быть сделаны его праведностью. его праведностью. Если это не зажигает вас, ваши дрова сырые. Аллилуйя. Нет, я не являюсь праведным. Подождите минутку. Подождите, назад. Я праведность Божья в нем. Мы в нем. Вне его, без него мы ничего не можем делать. Что Иисус говорил, когда был на земле? Сын ничего не может творить сам от себя. Вы можете это видеть? Аллилуйя. Вы были рождены свыше. Вы уже не старые прежние вы. Древнее прошло, теперь все новое. И мы должны знать это и принимать это. Думать об этом. И благодаря этому будет приходить вера. Праведность по вере. Согласно 5 главе Римлянам. Через грех одного человека. Непослушание одного человека. Все. Да, хорошо. Откройте 5 главу Римлянам. 17 стих. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие или принимающие скажите, принимающие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Итак, Бог сказал, «Я изгладил твои преступления. Припомни мне». Да, Господь, да. Через грехопадение Адама пришла смерть. Но благодарение Богу пришел Иисус и я принимаю этот дар Божий Иисуса из Назарета. Я принимаю его правильное положение перед тобой. Аллилуйя. Аллилуйя. Да. Вот что я хочу помнить. Вот что я хочу, чтобы Бог помнил. И прочитайте. Девятнадцатый стих. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Да, хорошо. Давайте обратимся к третьей главе римлянам. На прошлой неделе мы обращались к двенадцатой главе. Давайте быстро взглянем на нее, потому что там кое-что есть в третьем стихе. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере, я перефразирую это, чтобы вы поняли, что оно несет. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, трезво, так, как Бог уделил вам меру веры. Итак, не думайте о себе более, нежели должно думать. Здесь не говорится, что вы должны быть о себе низкого мнения. В соответствии с тем, что Бог дал вам меру веры. Эта мера веры и была тем, что родила вас свыше. Эта мера веры и была тем, что сделала вас новым творением, которым вы являетесь. Эта мера веры. Вера вы были сделаны праведностью Божьей. Вполне вероятно, вы не знали, что с рождением свыше вы еще получите и праведность. Я не знал. Я родился свыше и даже не знал этого. Я знал, что я родился свыше, но я ничего не знал о праведности. Лишь через пять лет я узнал, что я был сделан праведностью Божьей. Что ж, как я должен думать? Я должен думать таким образом. Я должен начать думать и помышлять о том, что внутри меня праведность Божья. Я должен думать и помышлять о том, что внутри меня Дух Святой. Большинство людей помышляет о том, что Дух Святой на небесах. Нет, вы уверены, что Он на небесах. Он прямо здесь. Иисус прямо там. Аминь. Я должен так думать и помышлять, понимаете? Это называется обновлением ума. Это прямо там, в 12 главе Римлянам. Итак, не думать о себе более, нежели должно думать. Я не думаю о себе более, когда думаю, что я был сделан праведностью Божьей. Я думаю верой, согласно Слову Божьему. Это библейский факт. Понимаете? Так же, как и ранами Его вы исцелились. Это библейский факт. Там не сказано, что вы будете исцелены. Сказано, что вы исцелились. Что ж, мне нужно обновлять свой разум, чтобы думать таким образом, что я не больной, пытающийся исцелиться. Я исцеленный. И сатана пытается забрать у меня мое здоровье. Это все меняет. Вы понимаете? Поэтому, как я должен думать? Скажу вам, брат Копланд, я настолько беден, что у меня нет ни копейки. Что ж, я знаю. Я был в таком состоянии. Я говорил это постоянно. Глория сказала, что она вышла замуж за меня и за мои долговые расписки. Вы же ведь не думаете, что я сказал ей, что у меня были такие долги, не так ли? Я знал, что не стоило этого делать. В те дни я был лжецом. А вы тоже им были. Только я был в долгах. На самом деле, не смешно. Мне не нужно смеяться по этому поводу. Но я смеялся. И вы знали? Нет, вы не знали. Итак, скажите это. Я верой являюсь тем, кем Бог называет меня в Своем Слове. Поднимите свою Библию. Это моя Библия. Это слова Бога, обращенные ко мне. Я являюсь тем, кем она меня называет. И по Его благодати я могу делать все, что Он говорит, я могу делать. Мы полностью зависим от Слова Божьего. Полностью зависим от Него. Да, но я беден. Хорошо, Галатам, третья глава. Вы рождены свыше? Тогда вы не бедны. Ну, я думал, что я беден. Вот что бывает, когда вы думаете, вместо того, чтобы молиться и верить. Галатам, третья глава. Вы там? Тринадцатый стих. Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона, сделавшись за нас клятвы или проклятием. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение скажите это, благословение Авраамова распространилось на язычников. Итак, подождите минутку. Мы были язычниками, но мы больше не язычники. Язычник означает без Бога. Это не означает, что ваши родители были не евреи. Так оно было в Ветхом Завете, но не в этом Новом Завете. Вы родились от родителей евреев. Бог ваш отец. Иисус ваш кровный брат. И Дух Святой родил вас. Мы привиты к лозе. Мы больше не язычники. У меня нет времени развивать эту тему, но обратитесь к второй главе послания к Ефесянам. Там говорится, помните, что вы никогда язычники по плоти. Аллилуйя. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на всех остальных нас, чтобы нам получить обещанного Духа, или чтобы нам получить то, что Дух пообещал Аврааму. Итак, он говорит о благословении Авраама. Десятая глава притч. Слава Богу! Меня так радует то, о чем я проповедую. Притчи 10.22 Вы там? Благословение! Трэйси, ты готов к этому? Благословение Господне. Оно обогащает. Делает богатым. И печали с собой не приносит. Ну, брат Коплант, я думаю, речь идет только о духовном богатстве. Абраам был богат не только духовно. Я ухватился за это. У нас, Глори, когда мы проводили наше первое собрание в Оклахома-Сити, у меня не было достаточно денег, чтобы заправить машину и купить еду. У меня бензина хватило лишь, чтобы довезти нас из Форт Уорта до Оклахома-Сити. Но мы отдаем десятину. У нас, как у отдающих десятину, есть права. Слава Богу! У нас есть права благословения. Когда я впервые это увидел, я все еще был студентом в университете Орла Робертса. Я подошел к Глории и сказал, Глория, послушай это! Мы богаты уже сейчас! Слава Богу! Мы семя Авраамова! Мы богаты уже сейчас! И мы просто только сейчас узнаем об этом! Это лишь вопрос времени! Аллилуйя! Слава Богу! Ну, брат Коплант, это сработало? О, да! О, да! Я богат не только духовно. Меня обвиняли в том, что я богатый человек. Да, виноват. Но Писание обращает внимание. Фактически, в книге Псалмов говорится, вот богатые в мире они собирают для себя. что ж, это другие люди. Ну, знаете, брат Коплант, вы знаете, что Писание говорит про деньги? Да, я знаю. Но что по-вашему оно говорит? Ну, знаете, деньги – корень всех зол. Нет. Сребролюбие, любовь к деньгам – корень всех зол. И вы можете совершить этот грех, не имея ни копейки. У самых злых и подлых людей в мире вообще ничего нет. И из-за этого они злятся на всех остальных. Хотя они всегда могут обратиться к 29 стиху 3 главы Галатам. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. И послушайте. Вам это понравится. Послушайте. Вы осмелитесь? Видите? Вера работает для финансов точно так же, как она работала в рождении свыше. Это часть благословения Божьего. Точно так же, как она работала в рождении свыше. Точно так же, как она работала в Духе Святом, в исцелении. То же самое и вера в отношении финансов. Но вы должны обратиться к Писанию, чтобы получить ее. Этот мир ничего о ней не знают. Большинство христиан ничего о ней не знают. Первое Тимофею, шестая глава. Семнадцатый стих. Пусть это будет у вас перед глазами. Шестая глава первого Тимофея. Богатых в настоящем веке увещевай. Чтобы они избавились от всего, что у них есть, негодяи. Нет. Богатых в настоящем веке увещевай. Чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого. Который? 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 Да. У вас хватит смелости поверить в это. У вас хватит веры поверить в это. Я снова пристану здесь к Трейси. Ты готов? Который дает нам все обильно для наслаждения. Понимаете? Бог не против того, чтобы у вас было больше, чем достаточно, потому что Он восполнит все ваши нужды по Своему богатству в славе. Он против, категорически против того, чтобы мы были жадными и алчными. Это убьет вас. Вы не можете молиться молитвой веры и быть обиженными, поэтому преодолейте это. Это решение, а не чувство. Здравствуйте, я Коннет Копланд, и это передача «Победоносный голос верующего». Аллилуйя. Я вам кое-что скажу. Вы будете рады. Вы будете рады, что вы часть этого. Потому что мы безудержная компания сегодня здесь. Да, аминь. Это очень особенное собрание, очень особенное время. Господь сказал нам вернуться к основам веры. И как я уже говорил на прошлой неделе, и мы работаем с конспектом, я составил этот конспект 8 августа 1967 года. Это самое раннее, к чему я могу обратиться. Аминь. Поскольку именно в то время мы с Глорией начали узнавать эти вещи и учиться этим вещам. И мы с Глорией приняли это верой. Мы с ней уехали из Форт Уорта и направились в Оклахома-Сити. Но мы не стонали и не причитали из-за того, что у нас хватало денег только на одно из двух. Либо на дорогу, либо на еду. Поэтому мы потратили все деньги на то, чтобы заправить нашу старую машину. Но вы думаете, мы говорили, мы просто страдаем за Иисуса. Перестаньте. Замолчите. Я страдал и до этого, но это не было страдание за Иисуса. Я просто был беден. И у меня не было. О Господь. Но мы начали узнавать о вере в Бога. И мы начали ходить в этом. И мы начали верить тому, что говорило Писание. Когда оно буквально говорило, что Иисус был сделан за нас проклятием, дабы благословение Авраама могло распространиться на язычников или на нас с вами и на всех остальных, кто не знал Бога. Но теперь мы знаем Его. Есть определенные вещи, которые принадлежат вам, потому что вы сонаследники с Иисусом. Не наследники низшего порядка. И Он – Господь. Поймите правильно, что я говорю. Вы сонаследники с Иисусом. Он – Господь. И это все благодаря тому, что мы в Нем. Мы в Нем. Без Него, как в этой песне. Но мы не без Него. Аминь. Мы не говорим этого. О, знаете, я просто чувствую, будто Он оставил меня. Я просто чувствую. Чувствую. Вы почувствовали ложь. Когда я только принял спасение, я думал, «О, мне это нравится». Я ничего не знал. Я был не сведущ в Писании. Но мне нравился тот факт, что я спасен. Слава Богу. Я нашел для себя место Писания, которое говорит, что Он умер за нечестивых. И я таковым и был. Слава Богу. Аллилуйя. И я сразу же, как только садился в самолет, в те дни я был пилотом, летавшим на чартерных рейсах и других. Я был коммерческим пилотом. И я садился, да, и я заводил двигатели, и я говорил, «Иисус, будь с нами. Слава». И мне это нравилось, понимаете? Хорошо звучало, да. И вы думаете, «Да, звучит так хорошо». Какой это было пустой тратой времени? Что? Спрячьте свои когти. Нет, послушайте, я узнал, что Иисус сказал. «Я никогда не оставлю вас. Я никогда не покину вас. До скончания века. Он всегда был там». Понимаете, я был слишком молод, и, конечно, не было ничего неправильного в том, чтобы мне так молиться. «Иисус, будь с нами». Но когда вы начинаете ходить в Писании, вы начинаете видеть, что вы молитесь молитвой, которая несколько, понимаете, это несколько пустая молитва, подобная молитве стишку. «Когда я ложусь спать, сверкая, сверкая, маленькая звезда». Примерно то же самое. Особенно, когда вы знаете, что к чему. Потому что вы молитесь на основании своих чувств. Вот, когда вы не чувствуете, что он с вами. Вам лучше верить, что он с вами. Вот, когда вам нужно верить тому, что вы знаете из Слова Божьего, а не тому, что вы чувствуете. Верить тому, что вы знаете на основании Слова Божьего. И позже Бог подкорректировал меня в этом. Он сказал «Я здесь». я по-прежнему здесь да он сказал я был с тобой когда ты завел двигатели да я уже был там еще до того как ты там оказался да да затем он указал мне на это место писания я уже сказал что никогда не оставлю и не покину тебя до скончания века и так это корректирует вашу молитвенную жизнь это ответ на молитву который вы пытаетесь молиться и так это принцип молитвы молитва не заставляет веру работать вера будет работать независимо от того молитесь вы или нет но молитва не будет работать без веры вера заставляет молитву работать поэтому когда вы находите безусловное утверждение или обетование в слове божьем это является ответом на молитву еще до того как вы помолитесь ею поэтому пусть ваша молитва вращается вокруг ответа не молитесь какой-нибудь молитвой надеюсь что как нибудь кто-нибудь где-нибудь и услышит хотя может и не услышит возможно вы правы вы смеетесь надо да весь мир смеется над нами и нам пора изменить наше поведение и поступки итак это название игры бог работает со мной я работаю с вами да я наступаю вам на ноги вы их там выставили бог наступила мне на мои а теперь моя очередь аминь итак одна из вещей которым вам нужно научиться вхождение верой это перестать быть обидчивыми вы замечаете как этот мир стал слишком концентрироваться на том кто и как их обидел я имею ввиду что одни люди чихают одним образом а другие другим и меня обижает то как он чихает вы смеетесь надо мной позвольте мне вам сказать почему дьявол это сделал 4 глава евангелия от марка начиная с 14 стиха сеятель слова сеет подобным образом и посеянные на каменистом месте означает тех которые с радостью принимают его но потом соблазняются или обижаются почему они не имеют в себе корня они обижаются иисус сказал в евангелии от луки эти говоря о тех кто был исцелен и так далее он сказал эти не соблазнились или не обиделись на меня обижаться что это это нарушение закона любви ну вы знаете что они обо мне сказали а какая вообще разница что они о вас сказали ну меня это обидела до до марка 11 23 давайте вернемся к местам писания о вере именно об этом мы и говорим верно о двигающей горы вере как сдвинуть вашу гору ибо истинно говорю а если кто скажет горе сей поднимись и вернись море и не усомниться в сердце своем но поверить что сбудется по словам его будет ему что не скажет потому говорю а все чего не будете просить в молитве верьте что получите и будет вам вы поверите после того как почувствуете это или увидите это нет когда молитесь верьте в это и тогда вы увидите это и и когда стоите на молитве тогда же это все часть этой же самой молитвы и системы веры когда стоите на молитве прощайте если что имеете на кого вы не можете молиться молитвой веры и быть обиженными поэтому преодолейте это преодолеть это преодолейте это поднимитесь выше этого и это решение а не чувство давайте сделаем вот что давайте возьмем грех непрощения и мы разбирали это на вчерашней передаче давайте обратимся к первому и она 1 9 и будем использовать это в качестве примера вы со мной в этом хорошо давайте использовать это поскольку это настолько распространено сатана уж слишком успешно использует это 1 и она 1 7 если же ходим во свете подобно как он во свете то имеем общение друг с другом и кровь иисуса христа сына его очищает нас от всякого греха если говорим что не имеем греха обманываем самих себя и истины нет в нас если исповедуем грехи наши то он будучи верен и праведен простит нам грехи наши очистит нас от всяко неправды или неправедности итак это его обетование верно итак вот оно но 9 стих кто говорит 2 глава 9 стих кто говорит что он во свете а ненавидит брата своего тот еще во тьме кто любит брата своего тот пребывает во свете и нет в нем соблазна а кто ненавидит брата своего тот находится во тьме итак кто ненавидит ну я никого не ненавижу нет ненавидите да мы использовали свою собственную терминологию мы установили правило что является ненавистью, а что нет. Что ж, это отдельный урок. Но позвольте мне показать вам, как это на самом деле нужно читать. Кто говорит, что он во свете, и не любит своего брата, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто не любит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Хорошо, теперь прочитайте 23 стих 3 главы. А заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. Друзья, это не просто хорошая рекомендация. Вы верите заповеди, которая говорит, не убивай? Ну, это было по закону Ветхого Завета. Фактически, в еврейском тексте говорится, не совершай такое преступление, как убийство. Есть 10 разных еврейских слов, которые переводятся как убивать, точно так же, как и в нашем языке. Самоубийство, лишение жизни и так далее. Не совершай такое преступление, как убийство. Ну, это серьезный грех. Писание говорит, если вы кого-то ненавидите, в своем сердце вы сделали то же самое. У нас не было никакого понимания этого. Но сейчас пора его получить. Мы солдаты в армии Господа, главнокомандующего. Закон Нового Завета — это верить во имя Сына Его Иисуса и любить друг друга, как Он заповедал нам. Хочется вам этого или нет? Да, Господь, да. Я люблю братьев, как ты любишь братьев, Господь. Да, Господь, да. Я люблю ближнего своего, как самого себя. Да, Господь. Я люблю Господа Бога своего, всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением своим и всей крепостью, Господь. Я прощаю, Господь. Я прощаю. Спасибо. И затем... Этот человек всплывает в вашем разуме. Господь, такой-то, такой-то прощен, Господь. Это акт моей воли. Я солдат. Я послушен. Чувства могут приходить и уходить. Забудьте об этом. Мы ходим верой, а не видением. Не тем, что мы чувствуем, не тем, что мы ощущаем, но тем, во что мы верим. Я просто не представляю, как я могу это сделать. Вы не можете. Но Его благодать, если вы принимаете решение, я могу это сделать, потому что Он сказал мне это сделать. Да, но я так обижен. Исповедуйте эту обиду как грех и избавьтесь от нее. Исповедуйте это как грех и избавьтесь от нее. Я вам расскажу небольшую историю. Как-то раз я проповедовал в одном месте, в одном городе. И после обеда перед вечерним собранием, а собрания шли на протяжении нескольких дней, фактически в итоге они продолжались 21 день. И тогда, в то время, нам приходилось проводить такую долгую серию собраний, потому что никто... Ладно, я не буду в это углубляться, но в любом случае. Я не буду говорить вам, что я сделал. Вас это не касается. Но я сказал Господь, я не пойду туда и не буду сегодня вечером проповедовать. Он спросил, почему? Я ответил, ты знаешь почему. Я не пойду. Почему ты не пойдешь? Но после того, что я сделал, я не могу идти туда и указывать своим большим притворным пальцем и говорить, так говорит Господь. Тебе придется найти кого-то другого. То, что я сделал, причиняло мне душевную боль. Я не совершил ничего такого весьма ужасного. Фактически, за обедом, что ж, я скажу вам, что я сделал. Я вышел из себя. И это было прямо во время тех собраний. И я не должен был себя так вести. И я знал это. И меня это мучило. И я злился на себя. Что ж, это грех. Вы должны любить ближнего своего, как самого себя. Поэтому я сказал, я не пойду. Господь спросил, почему? Я ответил, ты знаешь почему. Нет, сказал он. О чем ты говоришь? Я сказал, о том, что я недавно сделал. Он сказал, Кеннет, я узнал об этом грехе не тогда, когда ты его исповедал. О, да. Он сказал, когда ты исповедал его, в тот момент ты избавился от него. И помните, что мы читали вчера? Я сам изглаживаю преступления твои и не помяну их более. Он сказал, ты исповедал это, и ты признался, когда сделал это. Я привел в действие прощение. Если ты будешь в это верить, я очищу тебя от этой неправедности. И мы только что прочитали это в первом Иоанна. Что ж, я пошел на собрание. И в тот момент, когда я сказал, да, Господь, я не почувствовал себя лучше. По правде говоря, я все еще злился. Но я покаялся за то, что злился. И я исповедал этот грех. И он сказал, он праведен простить нас и очистить нас от всякой неправедности. Поэтому я сказал, да, Господь, я сделаю это. Я больше не буду заводить этот разговор. Мне все равно, что я по этому поводу чувствую. Видишь, вон того человека. Я прощаю его, Господь. Слава Богу. Он прощен верой. Верой. Оно во мне сейчас. В верой Божией. Я прощаю его и я называю его прощенным. И затем вы встречаете этого человека на улице. О, нет, я думал, что я простил его. Подождите минуту. Стоп. Подождите. Вы действительно простили его. Вы сделали это целенаправленно. потому что вам было так приказано. Теперь не попадайтесь на свои плотские чувства. Вы привыкли чувствовать таким образом. Ваша плоть по-прежнему будет так себя вести. Она не была рождена заново. Вашу плоть нужно распинать. Просто скажите «Замолчи!» «Эй!» «Эй!» Я научился этому у брата Кейта Мура. Он сказал, «Следующий раз, на следующий день благодарения, когда они все там». Он сказал, «Вы в этом году уже другие. Так здорово вас видеть!» И вы думаете, «Ты негодяй, но я простил тебя». Нет. Нет. Понимаете, моя плоть... Нет, вы говорите своей плоти, что делать. Вы ей говорите. Не позволяйте своей плоти говорить вам, что делать. Мы живем, уходим верой, а не видением, не чувствами. Я простил. Я прощен. Когда я стоял на молитве, я простил, если я что имел на кого-либо. И политиков тоже. Я не шучу. Это распространяется и на них. Но я просто не представляю, как этот глупец мог такое сделать. Вы когда-нибудь были там? Вы когда-нибудь испытывали на себе такое давление? Тогда перестаньте так говорить. Вы не знаете, о чем говорите. И не судите людей. Понимаете, мы прощающие агенты. Но скажу вам, будь я на его месте, я бы этого не сделал. как раз таки сделали бы. Будь вы на его месте, вы сделали бы то же самое. Ну, я скажу вам, я... Да, сделали бы. В той же самой ситуации вы бы сделали ту же самую глупость. А сейчас вы судили кого-то. Нет, я не судил. Нет, вы судили. Послушайте меня. Сейчас, когда вы сказали, что вы бы такого не сделали, вы установили более высокую планку. И дьявол проследит за тем, чтобы у вас появилась возможность именно это и сделать. Потому что он поставит это на вашем пути, и вам придется отбиваться. Вы судите других по их делам, а себя вы судите по своим благим намерениям. Никому из нас не выдержит света такой критики. Вы не хотите получить по справедливости. вы хотите милости. Милости. Вы хотите благодати. Благодати. Слава Богу. Хорошо. Итак, я прошу о том, чтобы быть свободным от этого греха. «И во имя Господа Иисуса Христа я исповедал этот грех перед Отцом во имя Иисуса. Я прошу сейчас и я получаю по вере мое прощение». И я обращаюсь ко всем этим местам Писания. 1 Иоанна 1, 9. Римлянам 8, глава 1, 2 стихи. «Нет ныне никакого осуждения». «О да, но я знаю, что я сделал». «Нет, нет, 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 нет». «Давайте посмотрим на это еще раз». «Потому что это должно быть сделано верой». А как приходит вера? Отслышание. Вера приходит отслышание. Римлянам 10, 17. А слышание от Слова Божьего. Итак, «нет ныне». Скажите «ныне». 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 «Сейчас». «Ныне». «Никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти или чувствам, но по духу или по Слову Божьему». «Аминь». «Аминь». «Скажите это». «Я верю в это». «Я прощен». «Я не осужден». «Вера». «Победа». «Во Христе Иисусе». «Закон Духа Жизни» «освободил меня от закона греха и смерти». «Вас дайте Господу хвалу». «Теперь поблагодарите Его за это». Сегодня день пожертвований. И хорошо помнить, когда вы даете и сеете свое пожертвование, что во 2 Коринфянам 9-6 говорится. «При сём скажу, «Кто сеет скупо и неохотно, то так же скупо и неохотно пожнёт, а кто сеет щедро, чтобы к кому-то могло прийти благословение, так же щедро и пожнёт, и с благословениями». Поэтому мы определяем, как мы пожинаем, тем, как мы сеем. Пусть каждый из нас даёт, как он для себя решил и намерился в своём сердце. Прислушивайтесь к своему духу насчёт вашего даяния и сеяния, не с неохотой, или с огорчением, или по принуждению, потому что Бог любит, получает удовольствие, ценит выше всего остального и не хочет обходиться без радостного, делающего это охотно, скорого на это даятеля, сердце которого в его даянии. Поэтому, когда мы сеем, важно наше сердце. Мы сеем, веря и ожидая благословения, будучи благодарными за то, что у нас есть что посеять во имя Иисуса. Спасибо вам, партнёры, за то, что вы стоите вместе с нами, благословляя нас, делая возможной трансляцию этой передачи по всему миру. Если у вас есть молитвенные нужды, напишите нам по адресу, который вы сейчас видите на экране, и мы будем за вас молиться. Посетите наш сайт kcm.org.ua. Там вы найдёте много полезной информации. Я, Глория Копланд, напоминаю вам, что Иисус – Господь! Иисус – Господь! Продолжение следует...